Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу рассказать о своих хайлайтерах. Их у меня не очень много, но я все еще в поиске лучшего. Все хайлайтеры будут, так сказать, из масс-маркета, недорогие. И приступим сразу. Я не буду делить, какие больше понравились, какие меньше, а просто про каждую буду говорить, либо нравятся, либо нет. Так, начну вот с такого вот, от Эльф. Это румяна вообще в оттенке, вообще здесь у них не пишут, но я помню, пинктастик называется. Здесь с украплениями розового. В свое время мне очень нравилось, они пигментированные. Ну, все-таки розовый как бы здесь, я не знаю, наверное, вообще видно, ничего не будет. Ну, симпатичные такие они. Можно, в принципе, они недорогие, можно присмотреться. Дальше идет у меня хайлайтер от Sleek, вот в такой вот двушечке здесь бронзер и хайлайтер. Хайлайтер здесь персиковый. Вообще не мой, так скажем, фаворит, но и бронзер здесь ржит. Вот, хоть очень много хвалебных отзывов о них, не знаю. Ну, хайлайтер, по мне, так слабоват. Такой вот сводчик. Вот этот вот. Ну, на руке красиво, на лице тоже нормально, в принципе. Ну, такой средний, средний, нормальный. В принципе, можно пользоваться. Дальше у меня пойдет хайлайтер от MUA. Вообще это Shimmer Kiss называется. Здесь бронз Shimmer Kisses. Как бы и румяна, и хайлайтера здесь. Такая вот штучка. Здесь такие квадратики. Хайлайтер как бы вот этот светлый. Мне очень нравится. Он такой очень светлый. Вот. Покажу, он такой как, ну, белее, чем предыдущий. Как хайлайтер мне очень нравится. Он хотя бы пигментированный, потому что остальные все цвета в этой штучке не очень-то пигментированные. Но хайлайтер мне нравится. Дальше также будет вот MUA покажу. Вот такой вот их Makeup Academy. Undress Your Skin. Такая вот здесь большущая упаковка. И мне нравится как... Ну, в принципе, упаковка дешевая, понятно. Но мне нравится, как вот эти вот оформленные. Я очень люблю. Что я хочу сказать. Хайлайтер очень пигментированный. Вот стоит только до него дотронуться. Он мягчайший просто. Он набирается. И отдается очень хорошо. Но он очень розовый. На камере, может быть, не видно, но в жизни он прямо такой. Для любителей розовых хайлайтеров. Не знаю. Я чаще использую все-таки его как тени. Для любителей таких розовых теней. Отличная вещь. Здесь очень много продукта. 7,5 грамм. Не знаю. Пользовать, не использовать. Дальше. Хайлайтер пойдет от... Новый этот бренд Makeup Revolution. Такой вот хайлайтер. У них там три оттеночка есть. Есть персиковый, есть розовый и есть золотистый. В моем случае золотистый. Упаковка у меня уже вся сломалась. Тут она практически даже не застегивается, как сказать. Значит, здесь вот такая вот опять красивая текстура. Как мне нравится. Ну, что я скажу. И вообще он очень красивый. Очень много хвалебных у него отзывов. Но он очень желтый. По мне, так для хайлайтера он просто неестественный какой-то желтый цвет. На камере все выглядят какие-то одинаковыми. Но в реале он прямо... Не то, что хайлайт, даже когда растушевываешь, вот такая какая-то явная желтизна на нем присутствует. Но вообще он блестит. Мягкий, пигментированный. Не знаю. Я знаю, что у него много фанатов. Просто для моего оттенка кожи он не подходит мне. Он прямо бросается в глаза и, не знаю... Не стал тоже моим фаворитом. Дальше. Такой вот у меня есть хайлайтер. Я извиняюсь. От Physicians Formula. Он тоже такой известный на ютубе. В оттенке Translucent Pearl. Вот эта вот упаковка с жемчужинкой. Открывается здесь так. Паковку вообще я такую не люблю. Здесь на самом деле продукта вот сколечко всего. И целая огромная пустая вот эта банка остается. Место занимает много. Здесь кисточка была когда-то. Нашумевший такой хайлайтер. Кстати, он стоит 14 долларов. Не самый такой дешевый, я бы сказала. Ну, не знаю. По мне так вообще он вот не набирается. Не знаю. Не пигментирован. Может быть, мне какой-то попался. Ну, вообще он как бы такой, как больше, как сатиновый, что ли. Не знаю, его видно вообще. Видите, по сравнению с другим он такой прям олегенький. Не знаю. Еле-еле улавливается. Я осталась им вообще недовольна. Пожалела от этой покупки. Следующее. Я уже как-то упоминала, что вот такие тенюшки у меня есть. Они белорусские. Ее совершенно называются Голд. Моно-тени для век. Тонн 650. Вот такой вот цвет у них. Светлый. Не знаю. Обожаю эту тень. В качестве теней. В качестве хайлайтера тоже можно использовать. Они такие светлые. Очень приятные. Переливаются. Так что присмотритесь, если у вас есть какие-то тени. Возможно, вам не нужен какой-то самый дорогой хайлайтер. Окажется, что ваши тени прекрасно справляются с этим делом. Пользуюсь вот этой штучкой. Дальше самый любимый мой по сей день хайлайтер. Лучше пока я не нашла. Есть, конечно, я знаю, какие хорошие еще. Но пока до них у меня руки не дошли. Это тоже во всех моих видео фигурирует. Хайлайтер опять от ELF. Но это уже не румяная, а именно Baked Highlighter. Это новый. И оттенок Moonlight Pearl. Здесь уже указан оттеночек. Обычная такая у них упаковка. Что мне нравится в этом хайлайтере. Он не желтый, не розовый. Он чисто цвета шампанского. Причем на лице он вот прям такой, как я считаю, должен быть хайлайтер. Не белый, никакой. Он мягенький. Его можно наслаивать. Он очень деликатный. Он очень, по-моему, красивый. Видите, он не белый, как все были предыдущие. Он не желтый, не розовый. Он просто вот такой очень красивый оттеночек. Самый мой любимый. И пигментированный. Вот я только один сводчик сделала. Так, ну и еще несколько у меня есть. Жидких, три жидких хайлайтера у меня есть. Два опять от ELF. Вот такие вот, как они там называются. Facial Whip. Shimmering Facial Whip. Значит, один у меня в оттенке. Наверное, тут не написано. Что-то там, Lilac Petal, что-то там было. Не помню. Другой белый, в общем, я не знаю. Я планировала их смешивать с тональными основами, чтобы, как бы сказать, достичь этого влажного эффекта. Ну, можно это делать. Вообще, они дико пигментированные за свою цену. Они там что-то по доллару стоят, там, я не знаю. Но мне показалось, что они очень такие тягучие, липкие, что как бы утяжеляет тональник мой. Все-таки, я считаю, такой хайлайтер должен быть немного такой, более водянистый, что ли. Так, сейчас покажу. Сводчики вам. Они вот, даже видно на сводчиках, они такие тягучие. Сейчас сфокусируется. Тягучие и липкие. Ну, что-то с ними придумать, безусловно, можно. Вот этот Lilac, вот этот цвет очень красивый. Можно как бы для румян использовать его, как сверху немножко. И последний жидкий хайлайтер, корейский, от Holika Holika. Вот такой вот заказывала на eBay, Watery Cheek. Вот он действительно, называется он Aqua Petite Jelly. Он действительно, вот, такой водянистый. Намного легче у него консистенции, чем у предыдущих вот этих двух эльф-хайлайтеров жидких. Сейчас я вам сводчик покажу. И цвет у него, в принципе, приятный, но он очень деликатный. Я не знаю, здесь, наверное, даже камера не уловит. Ну, просто вот такое вот небольшое сияние придает. Пользуюсь им иногда. Просто отдельно на скулы наношу, смешивать. Мне кажется, его бесполезно. Ну, потому что он теряется, у него недостаточно, не хватает вот этого пигмента. Ну, и, пожалуй, все. Это был такой краткий мини-обзор на мои хайлайтеры. Надеюсь, вам было немного интересно. Всем спасибо за просмотр. До следующего видео. Пока!